Ремонт дороги во дворах домов номер 4, 6, 8, 10 и 14 начался в конце прошлого года. В некоторых местах бортовые камни уже установлены, а где-то строители только начинают снимать старое покрытие. Через три недели рабочие должны закончить ремонт. Об этом заявил председатель законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев, который контролирует благоустройство придомовой территории. Очень грамотно сделано именно в этом дворе водоотвод ливневых вод. Сразу же на дорогу выведена сетка, решетка. Очень грамотно. В одном из подъездов уровень выходящей трубы ниже, чем уровень дороги. Поэтому приняли решение пройти вдоль подъезда трубой, чтобы водоотвод выходил также на дорогу. Однако ливневая канализация возле дома номер 10 не справляется со своей задачей. После дождей вода стекает в подвал, говорят горожане. Эту проблему тоже обещают решить. Мы также обсудили здесь дополнительно вместе с управлением благоустройства и с представителями водоканала. Нужно комплексно принимать меры. Я думаю, мы еще раз выйдем, потому что надо делать и отбойник, чтобы вода не заходила в подвал, как это было раньше. Ну и делать какое-то благоустройство именно территории возле этой ливневой канализации. Я думаю, в ближайшее время выйдем и решим. Местные жители попросили строителей дополнительно благоустроить пешеходную дорожку между домами номер 10 и 16, который ведет к детскому саду номер 7. Проектом это не было предусмотрено. Однако начальник управления благоустройства Департамента городского хозяйства правительства Севастополя Николай Аралин пообещал найти средства на дополнительные работы. Дополнительный вид работ, как правило, мы реализуем за средства экономии, которые у нас выявляются по результатам проведения конкурсных процедур, по результатам проведения смечивания, когда у нас сметная стоимость оказывается несколько ниже, чем плановая, заложенная в бюджете. А также по результатам выполнения строительных работ, когда техническим надзором еще раз обмирается фактически выполненные мероприятия. И в рамках этого также возможно уменьшение и выявление экономии, на которую мы и будем делать все дополнительные пожелания. Также Николай Аралин планирует в ближайшее время осмотреть сотрудниками водоканала ливнеотвод возле дома номер 10, чтобы решить многолетнюю проблему местных жителей.